всем здорова ребят с вами поршень покинул чат и сегодня у нас выпуск про легенду бмв е39 и вот наш владелец руслан сегодня он вам расскажет немножко про эту ласточку всем здорово ребята это моя бнв 5 серии в е39 кузове 2 литра бензин автомат коробка с момента покупки этого автомобиля я проехал 40 тысяч километров и вложил ее в нее полторы тысячи долларов руслан расскажи нам пожалуйста историю как ты ремонтировал это бмв и что вообще было по ней сделано сейчас я вам расскажу как в польше ремонтируют машины как-то что-то у меня там начал дергаться двигатель в в этой бнв давай открывай короче что там стоял на сифтофоре и начала на холостых оборотах дергаться машин обороты выше ниже то есть сама получается сама стоит себе и давай да сама ты я держу ногу на тормозе и она просто как бы газу то есть я поехал на лист его до в польше здесь близко возле дома чтобы далеко не ездить мы приезжаем не поля говорит все сделаю все хорошо я говорю ты знаешь что ты он да все знаю я тебе сделал я приезжаю через два дня забирать машину я тебе по не поменял свечи это было в свечах проблема я заплатил за это 600 злотых он заказал новый набор свечи наконечники поменял ну я когда отъезжал когда заплатил деньги сразу понимал что это какой-то наёб ну и еду и сироп стал на светофоре когда нагрелся двигатель обратно начал дергаться дергаться машина и я понял что меня наибали но ты я разъебал я я приехал его я его приехал разъебать я говорю что это ты сделанных ну ты понимаешь чтобы типа проверить что-то говорит надо 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 свечи да я думал что это свечи почему ты не сделан оставляю я буду делать дальше мне кажется что это ущелька какая-то на двигатель и какая-то прокладка азинами 6 600 он мне не вернул конечно потому что ну как он же поменял уже заказал он сделал да ну я думал ладно давай давай менять ущельку приезжаю ущельку менять говорю так у меня там правое колесо что дергается поменяйте сразу и подвеску на передней части автомобиля говорит хорошо он не звонит говорит за это все 1000 злотых потом мне говорит на задних колесах тоже надо какие-то поменять какие-то болты там тебя неплохо стоят хорошо на 1400 говорю хорошо 1400 ну сделай мне пожалуйста этом автомобиль но это типичная ситуация в польских сервисов да даже не в польских во всем ли если человека видео такого который ну немножко не знаю все его уже блять давай менять полностью весь автомобиль давай мы тебе поменять а у тебя то 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 и давай потом нам банки да я расскажу и когда я согласился думаю ладно меняй 1400 так 1400 сделай мне только так я говорю только сделай мне я приезжаю через четыре-пять дней думаю ну ладно ласточка моя уже сделал на похуй на те 1400 злотых я хочу чтобы автомобиль нормально есть потому что блин он мне надо для работы на работу ездить и так дальше у меня просто не было тогда еще второго автомобиля я приезжаю рад на радостях отдаю ему 1400 говорю выпиши мне фактуру вдруг что чтобы тебя разгибать сажусь в автомобиль еду класс думаю сделал думаю еду офигенно ну только через полчаса где-то нагрелся двигатель обратно начинает у меня просто ну не хватает нервов ну я просто я приезжаю этот автосалон слава богу шоу он был уже закрытый я бы просто его кончил бы там на месте я его просто уничтожил потому что блять 1400 злотых плюс 600 это 2000 злотых это на секундочку блин 500 евро и ничего не сделал просто ничего не делаешь я блин прыгнул прыгнул под машину во первых за подвеска пол полностью не было поменяна полностью не было поменены были только были две тяги с одной стороны и с другой стороны а там три тяги надо было все три менять то есть он наебал меня и в двигателе и в подвеске тоже вот такая вот история не с одной стороны конечно не наебал но поменял но проблема вообще с которой человек приехал на из то она вообще никак не решилась он сделал блять что-то левая взял за это бабки и машина так как плохо работал так и она и осталась работать но всего лишь всего лишь ребята вам расскажу я поехал до своего друга который разбирается в автомобилях и он мне когда я завел машину и начал с ним общаться он мне просто говорит надо поменять руслан этот ванас ванас да ванас поменять и поменять а то есть разобрать и посмотреть почему как там работает может поменять какие-то колечки там какие-то колечки я просто не сильно разбирать ну в принципе только надо было и мы поменяли и все начало работать просто просто дело в 200 злотых дело было в 200 злотых они в 2000 до растянули в 10 раз больше представьте в 10 раз больше поменяли в принципе то что возможно еще обслужило еще на этом можно было ходить если вы хотите купить такую машину как бнв пятерка девяносто восьмого года то я вам сразу скажу по ремонтам будет дорого очень бензина берет она тоже много она берет от 12 до 14 литров заимствуйте какой какой мотор если у вас там чуть лучше мотор допустим у меня хаваиде то 12 литров на сотку по городу на трассе где-то литров может 8 это проверял по по коробке на ее года вообще отличная коробка двигатель меня тоже устраивает где-то сотку набирает за 12 секунд если на при нагретом двигателе 12 11 секунд несколько раз проверял удобная машина вот я как маленького роста мне удобно то что по посадка посадка сиденья и руля под допустим не вот допустим у меня есть еще volkswagen посад потом как бы высокий вот когда я сажусь когда мне как мне удобно я не вижу капот не вижу дороги здесь я просто ложусь в сиденье и мне очень нравится то что я и вижу и дорогу и вижу трошки капота ну и в принципе удобно сделанный салон салон сделано удобно сейчас мы немного проедемся и расскажу по дороге что она может какие у нее качество есть хорошие какие есть недостатки на ее года я расскажу как владелец автомобиля как на ней уже ездил мне очень комфортно за рулем вот что не отнять вот за рулем очень огромный комфорт что у меня много места то есть мне свободно тут сидеть даже если я пристегнутый машина уже хоть раз я подвела или нет вот кстати на ее года на ее года этот автомобиль ни разу меня не подвел ни разу нигде не остановился хотя я боялся на ней выезжать куда-то далеко там за города но сколько я на ней проехал вот 40 тысяч километров она ни разу у меня не остановилась ни разу она мне не подвела но за пробитое колесо я не буду говорить у каждого это бывает так ни разу меня вот на свои года что коробка работает офигенно вообще она не не переключается не дергается то есть все четко мне очень нравится этот автомобиль я его не хочу продавать по одной простой причине потому что в комфорте хоть он и старый хоть она там чуть-чуть и там подгнившая в том что я знаю что есть лучше модели есть лучше но именно эта модель бнв 5 серии и 39 кузов это он просто его когда его придумывали мне кажется в него вложили в те когда все что есть то есть это в 98 год до 98 вот вы представьте себе первое подогрев зеркал боковых второе полностью все четыре опускаются стекла круиз-контроль двухзонная клима с минусов этого автомобиля это первое бензин то есть можно разориться на бензине если у тебя ты работаешь обычным работником где-то на заводе получаешь там тысячу долларов в месяц то на бензин у тебя просто будет выходить там 200 долларов в месяц только на бензин я не говорю там а за не замене масла и там легких таких каких-то обслуживания потом второе очень большой радиус разворота мне не нравится третья руль грубоватый грубого грубоватый в плане тяжелый рулить как бы для мужчины это как бы нормально но если женщина сядет за это за этот автомобиль едем ей будет трошки тяжеловато руководить автомобилем ну конечно же все знают что до этого привыкаешь то есть ты чувствуешь машину ты чувствуешь как тебе уже руководить ну когда ты садишься допустим с одного автомобиля на эту бнв то конечно чувствительно что у тебя есть что тяжелее тяжелее крутить роль а теперь заключение этого видео я скажу свое мнение о рекомендации автомобиля покупки такого автомобиля если он тебе нравится и ты готов содержать этот автомобиль то покупай это неплохой автомобиль а если ты хочешь в себе взять автомобиль для того чтобы допустим ездить на работу и там по своим делам то я не советую потому что он дорогой в обслуживании всем удачи ребята спасибо что смотрите ставьте лайк включайте колокольчик подписывайтесь на канал дальше видео будет лучше я в следующем видео сниму свой второй автомобиль volkswagen passat b6 кузова пока